Приветствую вас, и шансы, конечно, есть. Но видите ли, ваш молодой человек, который вам нравится, он хочет пока только дружить, и его желание желательно бы уважать, его желание научно уважать, и нельзя на него давить, нельзя требовать от него того, чего дать он вам пока не может, но вы можете просто быть с ним, вы можете поддерживать общение на том уровне, на каком он это делает, и просто-напросто давая ему все то, чего он от вас в данный момент хочет. Поскольку он говорит, что он не желает с вами в 30-м, там эта дружка обрушится, то в ваших силах показать ему, что, вообще-то говоря, вполне можно и дружить, встречаются. То есть это такой вот, знаете ли, стереотип, что если люди начинают встречаться, то дружить они перестают. На самом деле, дружба остается, просто кроме нее появляется еще что-то большее. Но и то общее между вами, что было до того, как начались отношения, да, более личные, оно и для этого никуда не девается. Но вполне вероятно, что мужчина считает, что и дружить, и встречаться нельзя. И вам в этом нужно ему скорее убедить. Как? Ну, во-первых, если вы уже говорили с ним о том, что он не хочет с вами встречаться, то эта тема не является для вас табу. Ну, а раз так, то вы можете совершенно спокойно написать ему о том, что, знаешь, я подумала и решил как бы, что нам с тобой совершенно не обязательно терять дружбу. Ну, а если, например, мы хотим встречаться. То есть весь вопрос в том, хочет ли он или нет. Если кричаться хочет, но боится, что дружба обручится, нужно договориться, условиться друг с другом о том, что дружбу вы сохраните в любом случае. Как сохранить друг с другом? Да, если важно ничего не просить взамен, ничего не дать от человека такого, чего он не может вам дать, но при этом ориентироваться на желание каждого из вас. Это, конечно, долгосрочный перспектив. То есть я имею в виду, что написать ему вы можете хоть сейчас, а вот действовать, да, то есть там давать ему все, что вы вот можете дать, да, там и так далее. Это все, ну, не нужно постепенно. То есть постепенно просто показывать ему, что он может на вас положиться, и не только, как на друг. Но, знаете как? Ведь у всего есть какие-то временные рамки. Но если вы чувствуете, что, например, это длится слишком долго, и что вот вы вроде бы отвечаете на все, как бы встречные посылы парня, и что вы вроде бы стараетесь дать ему все, что он хочет, и что вы вроде бы намекаете ему на близкие отношения, а он все никак, 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 то это значит, что мужчина не готов, это значит, что мужчина нерешительный. И в этой ситуации вам нужно понимать, что это может длиться годами, и так ни к чему не прийти. Поэтому вам нужно показать свою решимость. Если парень друг, то хорошо, пусть он другом этим и остается. Но тогда вы имеете полное право строить свои отношения уже с другим парнем, и не на других основах. И если парень испытывает к вам действительно какие-то серьезные чувства, то это его безусловно заденет, это не сможет его не задеть, и таким образом он будет вынужден совершить какие-то поступки более решительные по отношению к вам. То есть либо он скажет, что нет, знаешь, я подумал и понял, что я воспринимаю тебя больше, чем друга, и хочу быть с тобой не только как друг, либо он вас отпустит и позволит вам жить так, как вы хотите. Но вот эта ситуация, она как бы в долгосрочной перспективе так или иначе закончится, то есть либо вы сблизитесь, либо каждый из вас пойдет своим путем. И когда это случится, зависит только от вашего личного, собственного, как бы, ощущения времени. То есть когда вы сами посчитаете, что все, вы достаточное количество времени пробыли с ним другом, и достаточное количество времени пытались стать для него кем-то большим, чем друг, когда вы сами для себя это почувствуете, когда вы почувствуете, что дальнейшие ваши попытки стать ему другом ни к чему хорошему не приводят, то есть вы чувствуете, да, я не знаю, опустошенность какую-то, да, вот такие вот неприятные моменты, то в таком случае нужно это заканчивать и от него абстрагироваться, отдаляться, потому что это уже впадение в зависимость от мужчины, а любая зависимость ни к чему хорошему не приведет, в том числе гораздо с большей долей вероятности, она может негативно повлиять на, ну, скажем так, на вашу дружбу. То есть парадокс вот заключается в том, что как бы вступление в более близкие отношения в дружбе вредит не так сильно, как, собственно говоря, зависимость от человека. И вот пока вы еще, ну, вроде бы не так сильно от него зависимы, да, чтобы обязательно говорить, там, что все-все вы, там, без него не можете, что все вы без него мучаетесь, там, пропадаете и так далее. Но, если вы почувствуете, что зависимость есть, у вас начинает проявляться зависимость, то нужно тогда в срочном порядке ее пресекать, потому что, ну, ничего хорошего из этого не выйдет. Вы оба только лишь будете, по сути дела, страдать. И все. Больше нет никакого развития для ваших отношений. Таким образом, отвечая на ваш вопрос, «Есть ли у вас шанс?» Еще раз скажу, что шансы, конечно же, есть, но важно дать себе такую, знаете, как можно более четкую, если угодно временную границу того, сколько вы собираетесь ждать, пока мужчина, ну, может быть, пересилит себя, там, пересилит свою нерешительность, да, и, наконец-то, там будет с вам. Так же, стоит ему обязательно внушать, вот, знаете как, постоянно, но ненавязчиво, что, собственно, можно дружить, совершенно спокойно можно дружить, и при этом находиться в отношениях. как бы одно другого не исключает совершенно. И если вы будете в этом направлении действовать последовательно, терпеливо, не торопясь, спокойно, то вы, как раз-таки, имеете все шансы на то, чтобы с этим мужчиной, ну, быть, по крайней мере, в более близких отношениях. Но думайте, старайтесь думать и о себе. Не позволяйте засосать себя в болото, болото, которым называются созависимые отношения, когда вы не можете уже без мужчины, а мужчина выступает вот в таком вот образе, мол, я с тобой быть хотел бы, но не могу из того, чтобы не хочу терять дружбу. То есть это, ну, скорее всего, знаете, такая осознанная или нет манипуляция, потому что, ну, если человек хочет быть другим, то он найдет, как бы, способы для того, чтобы это сделать. А если не хочется, то, опять же, какие-то отговорки, там, причины для того, чтобы не быть вместе, чтобы как-то вот показать себя с псевдо-сильной стороны, точно, в принципе, всегда можно найти. И весь вопрос заключается в том, чтобы вы в этой ситуации для себя ничего не потеряли. Чтобы вы в этой ситуации не стали действовать как-то себе во вред. сделать это, к сожалению, очень-очень легко в данном случае. Я вам, в принципе, рассказал все, что можно было в данной ситуации объяснить. Я вам, в принципе, все пытался раскрыть максимально подробно, это, но, тем не менее, хочется прежде чем закончить, дать вам еще такую рекомендацию по поводу того, как с ним общаться. Вот вы говорите, что он считает вас своим другом. Вы как бы тоже, но мне нравится не только как друг друг. вот вы дайте мужчине это понять. Проявите себя. Ну, если вы друзья, скажите им об этом. Скажите, что он вам нравится, как парень. И в ответ на его фразу, что он не хочет встречаться, потому что боится потерять с вами друга, вы скажите ему о том, что готовы дружить с ним, даже если будет встречаться. то есть, одно не препятствует другому. И вот постоянно об этом говорите. Ну, как постоянно. Сказали один раз, да, посмотрели, как мужчина иногда отреагировал. Если отреагировал позитивно, то, соответственно, говорить не надо, все. Он сам все понял. Если его поведение не изменилось, то, ну, здесь совершенно очевидно, что можно, в принципе, сказать еще раз, ну, максимум, можно сказать, еще два раза, то есть вовче склонности три, а потом уже, как бы, это будет навязывать. И вот после трех раз, ну, условно, да, возможно, смейте, три раза, после трех раз, вам очень нужно понять, что мужчина, скорее всего, есть свои мотивы для того, чтобы не вступать с вами в отношения. И эти мотивы, к сожалению, не дружба, но что-то его личное. И вам, соответственно, нужно также, в таком случае, оставить свои мысли о нем, как о бане, и стараться, либо воспринимать его, как чисто друга, либо, если не можете, полностью общение прорвать, о чем его следует проинформировать. Да, и важно, чтобы все таки, между вами было все честно, потому что, друзья встречаются не так уж и часто, и им все таки стоит дорожить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok